Приветствую вас, Артём. Мне кажется, что вы допустили одну достаточно серьезную ошибку в своем, ну, в своем поведении, в своих действиях, вот. И, на мой взгляд, если вы любите человека, вот, то вы его, наверное, ну, будете принимать таким, какой он есть. В вашем же случае ничего такого нет, вот, в вашем случае вы пытаетесь, пытались, пытаетесь перевоспитать человека, то есть, ну, сделать из-за него, из-за неё, кого-то другого, не от того, кто она есть на самом деле. И одно дело, если просто помогать, одно дело, если просто помогать человеку, и совсем другое дело, если вы, ну, не помогаете, да, а именно вот перевоспитываете её, это, на самом деле, ну, в большей степени негатив, чем позитив для любого человека, понимаете. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо, наверное, всё-таки, а перестать её менять, да, и рассказать о своих чувствах, именно рассказать о своих чувствах, о своих эмоциях, вот, о своих желаниях, которые у вас есть на самом деле, да, то есть, чего вы хотите. И для этого, для этого не нужна никакая логика, для этого не нужно ничего, для этого не нужны никакие книги, для этого вообще ничего не нужно, вам достаточно просто рассказать о своих чувствах, вот, понимаете. Вам достаточно просто рассказать о своих ощущениях, вам достаточно просто рассказать о том, что вам нужно, вам достаточно просто сказать, что вы ощущаете, вам достаточно просто это сделать, и всё. Это, в принципе, более чем достаточно для вас опять же, этого вам более чем достаточно. Вот. Это тоже я могу сказать, да, родители они защищают своего ребенка, они правы, а вот правы ли вы пытаетесь значит, пытаетесь, правы ли вы пытаясь, точнее пытаясь, пытаясь доказать что-то родителям, ей и себе. Я не думаю. Я не думаю хотя бы потому, что вы таким образом решаете, вы таким образом решаете свою проблему, свой внутренний конфликт какой-то. Понимаете? Таким образом, я думаю, ну, что ваш внутренний конфликт двигает вами, я думаю, что ваш внутренний конфликт направляет вас сейчас. И в этом заключается ваша основная проблема. Вот. Такой момент. Мне, по крайней мере, так кажется. вот. Хотя я, конечно, могу быть не прав. Эмммм. В этом смысле. Эмммм. Какая вот история. Эммм. Я рекомендовал бы вам, эмммм, разве что вам, разобраться со своими чувствами, разобраться со своими эмоциями, разобраться со своими переживаниями, разобраться со своими желаниями, да? Вот. С тем, что вы хотите. С тем, что вам необходимо. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот это является ключевым аспектом данной ситуации. Вот. Понимаете? Эмммм. Какая штука. Так что, Артем, мне кажется, что в некотором смысле слова вы сейчас движетесь несколько вот не в том направлении, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а не то, что вы хотите сделать для, ну, своей девочки, вот. Либо ваша девочка, как бы, способна разобраться сама. Да, вы можете, как бы, какие-то вещи ей показать, но никто не давал вам право её воспитывать, потому что вы не её родители, объективно. Вот, так что, такая вот, такая вот история, такой момент. Соответственно, что вам сделать необходимо, так это, пожалуй, отграничить себя от девушки. Это отграничит то, чего вы хотите, отграничит то, что вам нужно, от того, что вы хотите для неё, да. То, что вы хотите для себя, это одно. То, что вы хотите для неё, это другое. И это практически, ну, это практически несовместимые вещи. Хотя, иногда они могут, в принципе, и пересекаться. Вот. Вот. Вот примерно в таком аспекте, примерно в таком аспекте, вам, собственно, и нужно, на мой взгляд, двигаться. Вот. Такая штука. Такой ответ я могу вам дать. Если вы сейчас займёте максимально либеральную позицию по отношению девочки и её родителей. Если вы измените своё отношение к ней, вот, то что, значит, всё ответственно, у вас есть шанс всё исправить. Да? У вас есть шанс сделать всё хорошо. Вот. У вас есть шанс сделать всё так, как нужно. Вот. Такая вот эта сторона. Такой момент. Такой момент. Вот, в принципе, так бы я мог, наверное, вам ответить. Так бы я мог, наверное, вам сказать. И я, конечно, понимаю, что это не совсем то, что вам хотелось бы. слышать. Вот. Вот. Я отдаю себе, в принципе, в этом отсчёт. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения именно такой ответ я могу вам дать. Вот. Вот. С точки зрения профессиональной психотерапии, по крайней мере, с точки зрения профессиональной психотерапии, я могу вам ответить. Вот. Я отдаю себе отсчёт в том, что вам, скорее всего, не понравится мой ответ. Я отдаю себе отсчёт в том, что вам ещё будет не, ну, вам не приятно слышать, слышать то, что я скажу, да. Вот. Но, как бы, тем не менее. Тем не менее. Вот. Если вы действительно любите свою девочку, если вы действительно любите её, любите её, любите её, вот, то вы изменитесь сами. Вот. И в таком случае, если вы изменитесь сами, у вас появится реальный шанс свои отношения с девушкой, вашей девушкой, сохранить. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это всё. Я надеюсь, что пока что вам будет этого достаточно. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен. если вы сделаете его лучше, я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что, вот, ситуация, значит, в которой вы оказались, ну, как бы, разрешиться, вот, я очень надеюсь, что вы сможете принять, ну, такое вот по-настоящему волевое решение, вот, и не поступите так, чтобы разрушить отношения свои и вашей девушки, у которой, я уверен, какие-то чувства к вам есть, вот. Вам необходимо перестать играть в того, кем вы не являетесь, а именно, в родителя. Я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам. Продолжение следует. Продолжение следует...